Снижение либидо у женщин – причины. Увы, именно женщины часто сталкиваются с тем, что внезапно снизилось сексуальное влечение и желание. Специалисты считают, что этому бывает два объяснения – физиологические проблемы, психологические проблемы, физиологические проблемы или условия. Гормональные сбои и сахарный диабет, а не имея хронические заболевания. Особенно сильно влияют на либидо заболевания мочеполовой системы, беременность перед кормлением грудью, прием серьезных препаратов, психологические проблемы. Именно эти проблемы и мешают чаще всего женщине иметь здоровое сексуальное влечение к партнеру – личные комплексы. Если женщина не любит свое отражение в зеркале, то чаще она смущается и своего тела перед партнером. Само собой такие комплексы не дают женщине расслабиться и получать удовольствие и усталость. Сексуальные контакты, несомненно, требуют много сил и энергии. Если женщина работает, потом готовит дома кушать, потом мает посуду, потом занимается детьми, то единственным ее желанием будет от нее днесексуальный контакт. Такая женщина чаще хочет лечь и отдохнуть с проблемой на работе у близких и другие. Любые проблемы могут отразиться на либидо женщины. Ведь женщины очень эмоциональны и восприимчивы. Расстроенная женщина будет думать лишь о том, как решить ситуацию проблемы в отношениях с партнером. Эта причина выделена отдельно, так как именно она бывает наиболее частой причиной снижения либидо. Психология женщины такова, что любая ссора с мужем отпечатывается на ее психологическом состоянии. Особенно это касается ситуаций, когда женщина чувствует себя недолюбленной повышением либидо у женщин. Если определить причины вам не удалось, то воспользуйтесь общими рекомендациями и советами. Здоровье. Если на ваше либидо влияют проблемы со здоровьем или определенные состояния вашего организма, указанные выше, то вам поможет справиться. С проблемой опытный доктор. Возможно, вам придется медикаментозно действовать на либидо. Полюбите себя. Ваша либидо и не подумает подниматься, если вы постоянно будете думать, что у вас некрасивая грудь или большой живот даже в те моменты, когда секс будет, вы не сможете насладиться сполна. Вы будете думать, как вы выглядите сейчас, а если вы не получите полного удовольствия от секса, то и следующего раза вам не захочется. Давайте себе отдохнуть. Не будьте женщиной-героиней. Давайте себе отдохнуть. Просите любимого подменить вас иногда или сделайте дела заранее, выделив полноценный день на отдых. Если вы проведете день, занимаясь лишь собой, вы дадите себе не только физическую, но и эмоциональную разгрузку больше прелюдий. Организм женщин устроен несколько иначе, нежели мужской. В отличие от мужчин, тело женщины и мозг включают желание с разницей во времени. Часто женщина может почувствовать желание в голове. Но тело ее еще будет не готово. А если тело будет не готово, то секс не принесет огромного удовольствия, прелюдия длительное подготовит к сексу и ваше тело. Когда наступит гармония, то вы прочувствуете все прелести интимной близости и сексуальное разнообразие. Для увеличения желания можно попробовать использовать секс-игрушки. Если вам это не понравится, то однозначно не стоит ими пользоваться, дабы не снизите без того низкое либидо или же приобретите пару-тройку сексуальных комплектов белья или эротических костюмов. Но если же вы получите удовольствие от такого эксперимента, то время от времени используйте этот шаг гели-лубриканты. Не забывайте использовать такие гели даже при малейшей нехватке естественной смазки. Это лишь усилит приятные ощущения, к тому же вы можете купить и специальные возбуждающие гели-спорт. Активный образ жизни способствует повышению либидо за счет хорошего кровообращения в организме, если вы ведете сидячий образ жизни, то кровь слабо поступает к половым органам в том числе. Как следствие, пониженная либидо выделите для себя и своего графика подходящие спортивные занятия, получасовая зарядка, пробежка, изда на велосипеде, прогулка на свежем воздухе, повторяйте занятия не реже трех раз в неделю. Упражнения Кегеля Всю пользу данных упражнений вы можете прочесть в статье 5 главных упражнений в умбилдинга. Для чего нужны упражнения Кегеля? Питание Доказано, что некоторые продукты способны повысить ваши либидо за счет содержащихся в них компонентах – орехи и семечки, бразильские. Орехи, миндаль, семена тыквы. Некоторые сексологи называют эти продукты природной виагрой. Аргинин, содержащийся в данных продуктах, способствует притоку крови к половым органам – хороший горький шоколад пряности, перец. Корица, куркума, имбирь, лук, чеснок, ароматерапия. Ароматические масла и ланг и ланг, женьшеня, сандала, корица и герани с давних времен считались естественным способом повышения сексуального влечения. Зажгите ароматические свечи незадолго до интимной близости или непосредственно перед. Романтика, как ни банально бы это звучало, но свечи, приглушенный свет, вино в бокалах и ароматические масла повышают желание и придают интимной близости другой оттенок. Решение проблем Проблемы в отношениях с партнером будут влиять на ваши желания. Постарайтесь поговорить по душам и решить наболевшие проблемы. Старайтесь не воспринимать всерьез любые неприятности, забудьте о работе, переступая порог своего дома. Секс, как ни странно, но именно регулярная половая жизнь увеличит ваше либидо, если вы будете получать от него удовольствие. А чтобы получить от него удовольствие следуйте советам выше систематическое сексуальное наслаждение будет порождать в вашем организме. Желание, еще, если же вы не будете заниматься сексом, то ваш организм вовсе забудет о такой потребности. После такой ситуации разбудить организм будет крайне сложно табу на секс. Если вышеперечисленные советы так и не вернули ваше желание, то действуйте в обратном направлении, договоритесь с партнером, что откажитесь от интимной близости на какое-то время. И даже если вам очень захочется, то ничего не будет не зря, ведь дети всегда хотят именно то, что им запрещают часто метод. Запрета срабатывает и в такой щепетильной ситуации лечение либидо у женщин. Если снижение либидо связано с физиологическими изменениями в организме, читайте один пункт, то может требоваться лечение препаратами. Лечение должно назначаться только хорошим и опытным врачом. Не навредите себе гормональными препаратами. Препараты для либидо у женщин гормональные препараты. Действуют за счет увеличения уровня прогестерона и эстрогена в организме. Чтобы принять решение об их приеме, нужно провести обследование у врача. Негормональные препараты. Основаны на растительных компонентах и обеспечивают приток крови к половым органам. Лаверон. Растительный препарат, а точнее, БАТ. Полностью имеет натуральный состав. Подробнее о препарате читайте в статье «Лаверон. Инструкция по применению». Лаверон для женщин и мужчин «Серебряная леса». Подробно о данном препарате читайте ниже «Серебряная леса». «Серебряная леса» – это испанский природный афродизиак для женщин. Состав. В состав входят только натуральные компоненты. Действия. Суть препарата в том, что входящие в состав вещества усиливают кровообращение в половых органах. Как следствие, увеличивается либидо. Женщина получает более яркие ощущения от интимной близости достижения оргазма увеличения естественной смазки учащенной. Сердцебиение и дыхание действует препарат в течение нескольких часов показания к применению. Отсутствие сексуального влечения и отсутствие оргазма. Недостаточное количество выделяемой смазки и недостаточно яркие ощущения. От интимной близости противопоказания. Беременность и кормление грудью заболевания сердечно-сосудистой системы заболевания органов малого таза повышенное артериальное. Давление форма выпуска. Препарат выпускается в форме порошка. Каждый пакетик содержит 3 грамма препарата. Способ применения. Содержимое пакетика разведите в сотый год воды, не используйте алкоголь для растворения, примите препарат за 10 минут до предполагаемой. Близости Чтобы не снижать эффект препарата, не употребляйте жирную пищу принимать не более одного пакетика в сутки побочные эффекты. При приеме согласно инструкции и противопоказаниям побочные эффекты сводятся к минимуму. Вы лишь можете почувствовать легкое головокружение. Исключение составляет случай индивидуальной непереносимости препарата. Как повысить либидо у женщин народными средствами? Георудотерапия. Этот метод повышения либидо заключается в применении пиявок. Однозначно процедура должна делаться специалистам в этой области. Пиявки, к слову, будут помещаться на область малого таза. Апитерапия. Это простой приятный способ повышения либидо. Суть его в том, чтобы просто кушать мед употребляйте его в чай, на батон или в чистом виде. Каждый день кушайте по несколько чайных ложек меда. Такой метод не только повысит либидо, но и обогатит ваш организм полезными веществами и микроэлементами. Фитотерапия. Этот метод заключается в применении трав. Некоторые довольно редкие травы способны увеличить уровень гормона эстрогена, который в том числе отвечает за сексуальное влечение. Такие травы довольно эффективны в борьбе с низким либидо, якорец, стелющийся дамиана шатавари, дикий ямы с радиола. Розовое также для повышения либидо можете использовать более знакомые для вас растения и травы, петрушка, розмарин, шалфей, черника, корень, женьшиня, лавровый лист, имбирь, травы, которые можно использовать в еде, используйте в еде. Остальные заваривайте согласно инструкции и употребляйте за несколько часов до секса. Как повысить либидо быстро? Интересный способ повышения либидо у женщин озвучили американские сексологи, нужно больше ходить босиком связан такой совет с тем, что на ступнях женщины есть три точки, стимуляция которых способствует повышению либидо у основания большого пальца на ноге. Середина внешней стороны стопы на своде стопы Если вы расстроены отсутствием желания секса с любимым мужчиной, то следуйте советам выше. У вас обязательно все получится. Субтитры создавал DimaTorzok